здравствуйте сегодня в нашей студии врач специализированного центра проктология медлайн врач проктолог владимир владимирович сидоров и начну нашу беседу сразу с вопроса кто такой врач проктолог и с какими болями симптомами приходят пациенты к вам врач проктолог это доктор который лечит область прямой кишки то есть область достаточно интимная с проблемами в этой области к нам обращаются очень часто в запущенной форме потому что для начала стесняются самый распространенный момент это когда пациент приходит в аптеку и говорит у меня что-то там болит рассказывает это человеку который далек от проктологии это фармацевт фармацевт назначает какую-то мазюку он мажет иногда проходит чаще всего нет это со временем набаливает все сильнее возможно с годами и в конце концов он просто не вытерпливает и приходит вот и очень часто случается так что если бы этот человек пришел вовремя то можно было бы как раз обойтись мазью таблетками или свечками вот и у человека все прошло не пошло бы в затяг и после того как он ошибочно лечился очень часто это приходит к оперативным вмешательствам какие заболевания какие симптомы с которыми стоит обратиться сразу именно к проктологу ни к хирургу в поликлинику не к терапевту в поликлинику так как бывает что в поликлиниках некоторых даже хирурга не бывает я уж молчу про проктолога это зуд жжение тем более подкравливание либо какие-то выпадения из прямой кишки при этом боли бывают резкие и нестерпимые брызги крови в унитаз вот и бывает так что кровь льется уже у человека ручьем а он только через год пришел клинический случай бывают разные самые запомнившиеся за последние полгода это пациентка которая лечилась у себя где-то в глубинке диагностирован был тромбоз внутреннего допустим геморридального узла и она целый год исправно мазал себе гепариновую мазь свечки с гепарином пришла к проктологу там на глубине пальца уже онкология то есть без специального осмотра уже и так понятно что там далеко не тромбоз внутреннего геморридального узла вот год лечения потерян вот назад можно было бы обойтись лечением более таким щадящим хирургическим вот то есть в случае с онкологией откладывать не стоит ну это такие прям уже очень страшные запущенные случаи которых не на которых не надо забывать но в целом если даже первые симптомы у себя обнаружил пациент то все равно стоит пойти к врачу потому что улучшится качество жизни если я правильно понимаю как минимум это как минимум вот а как максимум некоторые заболевания мы вылечим именно топическими медикаментами то есть мазями свечками вот в некоторых случаях их вполне бывает достаточно вы упомянули о том что люди стесняются некоторые боятся идти к специалисту но в центре медлайн как я понимаю совершенно не страшно потому что уже и диагностика на новом уровне наркоз используете при диагностике диагностика на высочайшем уровне очень хорошее оборудование колоноскоп гастроскоп вот то есть это уже обширное обследование всего пищеварительного тракта комплексная диагностика она как раз и включает себя если у человека у человека именно жалобы по прямой кишке он сначала конечно должен прийти к проктологу дальше доктор определиться с тактика ведения что нужно что не нужно в обследовании при данной патологии надо ли сразу делать какую-то операцию либо можно обойтись просто лечением и центр медлайн специализируется именно на проктологии как вы уже отметили в обычной поликлинике иногда не то что проктолога не бывает либо терапевт либо хирург проктологов нигде нет вот чем еще отличается именно специализированная клиника в какие преимущества у нас узкие специалисты во первых ну проктолог понятно мы собственно говоря об этом разговариваем это есть и гастроэнтеролог врачи эндоскописты все очень опытные и оборудование которые позволяют не просто посмотреть вот потому что часто бывает так что человеку сделали допустим ту же самую колоноскопию сказали да вот у тебя у тебя есть полип вам теперь нужно сделать где-нибудь колоноскопию где полип можно удалить зачем ходить тогда на эту колоноскопию ничего не удаляют а наши эндоскописты все могут удалить на любом расстоянии в пределах толстой кишки прочитала еще про новые методы диагностики и лечения как например лазерная терапия вот они может быть поподробнее лазерная терапия она у нас тоже используется есть такое заболевание как трещина анального канала трещина анального канала они бывают разные опять возвращаясь к тому момент когда человек приходит в аптеку и говорит у меня что-то там болит дайте мазь может не той мазью а трещины бывают разные они бывают острые которые как раз поддаются лечению а через три недели при неадекватном лечении эта трещина хронизуется и тогда уже кроме операции ничего не поможет вот то есть до того момента как она хронизовалась в острой стадии тогда можно определенной мази использовать самое главное чтобы не было забора в плотных головах масс то есть это основные моменты которые приводят к этой трещине вот если сразу начать правильную терапию физиотерапию вот эту терапию лазером как вы сказали вот то в подавляющем большинстве острые трещинки заживают за 10-15 дней вот и человек если в дальнейшем готов следить за своей диетой за отсутствием запоров вот то она к нему не вернется а если он упустил этот момент вот и трещинка хронизовалась то к сожалению тут без операции не обойтись здесь мы как раз подходим к операции лазером вот операции лазером ну раз уж начали про трещину поговорим про нее это самое современное наверное решение потому что лазера оставляет мягкие рубцы и то есть ну анус у него замыкательной функции есть вот при хронической трещине появляется определенная неровность с помощью лазера это все убирается и остается мягкий рубчик вот плюс самое важное наверное это быстрота реабилитации после каждой операции человек хочет поправиться вернуться в рабочий режим ходить на работу и не терять в качестве жизни вот после операции лазером это проходит минимум за неделю максимум за две про трещину пока говорим вот плюс опять же классическая операция та которая производится в стационарах и скальпелем она подразумевает частичное разрезание этого сфинктера неполный сфинктертомии так называемые вот мы это успешно заменяем введением ботулотоксина то есть ботокс распространено что девушки колет в лицо ну не только в лицо введение ботокса заменяет разрез эту сфинктер то есть мы мышцу не травмируем не разрезаем вот это органо сохраняющий момент мы вводим этот бокс ботокс который не выводится в течение полугодия вот что обуславливает скорейшее заживление и теперь вопрос для сомневающихся или для тех кто все еще допустим стесняется как проходит первичный прием в медлайн во первых хочу сказать молодцы те кто приходит при первых звоночках вот те которые все же запустили и у них уже все наболело они не могут дотронуться до этого места формируется уже боязнь похода в туалет а это опять же формирует запоры у человека то есть тут психология же включается вот и это усугубляет симптоматику в конце концов наболело так что какого-нибудь мужчину который работает там тяжело где-то в глубинке его просто жена заталкивает в кабинет и вот иди иногда даже садятся рядом вот они боятся стесняются на самом деле это совсем не страшно вот во первых это не больно если это наболело мы всегда под подколем местную анестезию психологический момент шортики проктологические пожалуйста человек может воспользоваться при желании одевает уже психологическая какая-то защита присутствует ложится на бочок все уже спокойно а то еще давление подскочит вот осмотр проходит пациент встает и чего же я боялся собственно говоря вот особенно последний случай с операцией тоже из глубинки жена привела своего мужа прооперировали все хорошо мы всегда на телефоне у каждого пациента мой телефон есть мы созваниваемся прямой контакт вот и в конце через месяц длинна пришел человек на контрольный осмотр я же уже десять лет десять лет этим страдаю а тут потерпел буквально две недели все прошло качество жизни вернулось ну человек стал человеком вот это к вопросу о том что страдать не обязательно вовсе да можно просто прийти и проконсультироваться для начала и теперь хотелось бы узнать вообще о спектре тех заболеваний с которыми ваш центр люди могут прийти обратиться если все что-то уже диагностировано будь то свитч прямой кишки будь то геморрой будь то эпителиальный копчиковый ход кстати о нем хотел отдельно поговорить потому что очень большая часть пациентов оседает именно у хирургов бывает стационаре но для понимания это нагноение в области копчика она даже не к прямой кишке относится кожным заболеваниям вот делают огромный разрез убирают оттуда эту кисту и после этого человек полугода полугода бывает на больничном восстанавливается сети раны очень долго заживают в случае применения лазера это несколько входных отверстий небольших до 5 миллиметров убирается киста вапоризировать с помощью лазер человек без потери трудоспособности уходит от нас на своих ногах туда сам не обязательно просто встает и уходит и дальше на следующий день уже на работе насколько я поняла у вас очень широкий спектр вообще методов лечения и индивидуальный подход возьмем геморрой первая симптоматика геморроя заключается в следующем это что-то зудит некоторые описывают это как будто у меня какой-то кактус или колючка в заднем проходе во время дефекации вот это грубо говоря геморрой первой стадии вот если что-то начал выпадать потом прятаться это геморрой второй стадии вот при первой и второй стадии геморроя не обязательно оперироваться существует такой метод как склерозирование внутренних геморридальных узлов это всего лишь укольчик в геморридальный узел но человек ничего не почувствует вот и очень успешно это можно применять при кровотечениях то есть яморрой еще не запущенный но человек допустим гипертоник у него случился криз подскочил давление и тут потекло вот тут можно воспользоваться склерозирование всего лишь укольчики в геморридальные узлы нужно понимать что это в целом проблему не решит вот но поможет ну года на два бывает помогает вот следующий метод это латексное легирование мы вообще очень успешно его применяем люди сейчас полезут в интернет вот там много его ругают ну на самом деле ругают скорее всего он те которые попали в чит кривые руки не везде и не всегда можно провести эту методу но если это классический геморрой второй стадии допустим то легирование очень надолго может и навсегда спасет человека от этого заболевания это вообще не больно то есть правильно проведенное легирование человеком который знает как это делает вот не сопровождается болевыми ощущениями у человека возникает там ощущение допустим тянет немножко как будто бы большому захотелось доктору я хочу в туалет и спокойно вы же подготовились и у вас нет каловых масс там это просто последствия легирование на следующий день просыпается вообще ничего не тревожит также ходит на работу там легкие ограничения в виде ограничение тепловых процедур и ограничение подъема тяжести и все вот ну следующий метод про который мы уже говорили это лазерной хирургии но мы используем при геморроях 2-3 стадии очень редко четвертая четвертая тут уже гибридной технологии то есть проктолог нормальный проктолог это не волшебник и а лазер это не волшебная палочка которую вокруг ануса поводили там допустим все прошло все совершенно не проктолог должен в совершенстве владеть не только лазером но и монополярным ножом то есть у нас в клинике монополярный хирургический радиоволновой инструмент используется и легированием и лазером и знать физиотерапию вот то есть и в каждом конкретном случае подход индивидуальный и давайте напомним нашим телезрителям что все же заболевание это не приговор терпеть не обязательно и стоит обратиться найти хорошего специалиста непременно обратиться к нему таковые есть в центре медлайн и так в нашей студии был врач проктолог специализированного центра проктологии медлайн владимир владимирович сидоров спасибо за очень полезную я думаю беседу до свидания и и Продолжение следует...